Слишком дорогие и не выполняют свои функции. Комплексы «Безопасный город», которые установлены для снижения случаев нарушений ДТП, неэффективны в борьбе с автонарушителями. Об этом говорили сегодня на заседании комиссии и собрании депутатов по бюджету и экономической политике. Ежегодно на обслуживание аппаратно-технических комплексов из бюджета округа выделяются миллионы рублей. Однако количество нарушений остается практически на прежнем уровне. На обслуживание 12 стационарных комплексов «Безопасный город» запланированы 13 миллионов 639 тысяч на 2018 год. Эти средства необходимы для исправной работы оборудования круглый год. Однако сказать, что они исправно выполняют свою функцию, нельзя. Нарушений скоростного режима меньше не становится. Из дня в день у нас нарушение, фиксация нарушений увеличивается и увеличивается. Штрафы за превышение скорости даже в тех местах, где установлены камеры, ежегодно выписываются на сумму свыше миллиона рублей. Рассматривая смету затрат на содержание автоматических комплексов, у депутат возник закономерный вопрос. Вы предлагаете заложить в бюджете 13 миллионов 600, 39 тысяч рублей. А, нарушений-то не уменьшается в количестве. Значит, это не инфестивное средство предупреждения, Значит, в совместках с ГИБДД необходимо принимать какие-то другие меры, тем, чтобы снижать количество нарушений. По итогам торгов сумма на содержание комплексов может снизиться, но совсем отказаться от их эксплуатации невозможно, сказал Алексей Еремеев. Аппаратные установки должны работать в каждом субъекте и содержаться на региональные средства. Полномочия переданы на округ. Независимо от того, сколько мы собираем штрафов, мы будем обязаны эти комплексы содержать. В итоге этот пункт расходов в бюджете департамента на 2018 год депутаты не поддержали. Не набрала необходимое количество голосов и подпрограмма по развитию сети автодорог. Главным образом возникли вопросы по реконструкции улицы Ленина на участке от Виты до въезда на улицу Рыбников. На обустройство этого отрезка дороги департамент предварительно закладывает почти 60 миллионов рублей. Депутаты посчитали эту сумму избыточной и попросили заключения о достоверности стоимости проекта. В целом, бюджет департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта на 2018 год запланирован в сумме 3 миллиарда 261 тысячи рублей. Детальное рассмотрение статьи расходов законодателями будет продолжено.